привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь я хотел просто сказать один момент такой да вот что у меня вчера было в голове я хочу обязательно его сказать чтоб кто-то услышал и задумался и конкретно каждый из нас был на кладбище каждый из нас хранил кого-то да и и в тот момент был ли такие чувства чё думаешь ё-моё это же все все не вечно это все как-то чё я ему не простил чё там тока чё почему надо было что-то лучше сделать это было на я думаю каждого человека из нас просто потом приезжает как ну в основном приезжает пастор да или еще кто-то он молится он говорит хороший и молит что бог принял тебя ну в царство небесное но не тебя кто переходит жизнь вечную человека но и момент самый тот почему я сейчас это говорю почему человек когда он живой не принимает бога нож когда он уже все в тело выключено сердце больше не бьется говорю начинается молитва пусть бог его возьмет пусть бог это в небеса возьмет туда-сюда ну когда человек был живой на это никто не обращал внимание идут слезы идут очень сильные переживания моменты страха куда он пошел чё с ним не знает ничего все приходят в шок до конкретный ну я просто чё я хочу сказать почему человек когда он еще живой вот а думать и сейчас и сейчас все кто это слышит пока месь мы еще не живые здесь есть у нас единственный ключ на небеса через кровь иисуса христа это покаяние принять иисуса христа в свое сердце и идти за богом живым отцом все друг святой который оставил иисус христос на этой земле это его же не присутствие он нас поведет библия есть навигатор все открыто апостолы все сделали для нас нам просто надо служить сейчас богу и заряжаться от него но надо пока месь мы здесь живые библия много про это говорит остановитесь покайтесь вернитесь в дом божий найдите новую жизнь идите ко мне все но я хочу просто сказать давайте все вода думайте подумаем про это и просто поймем что если мы не возьмем если мы не переделаем наши пути которые сейчас у нас идут безбожьи вообще в котором нету присутствия божия да и просто подумайте что произойдет никто из нас не застрахован даже я и да 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 любой хоть президент путин хоть хоть бандит самого большого ранга никто не застрахован по библия будет будьте всегда бодруствуйте мари молитесь потому что вы не знаете час да мы должны быть всегда готовы встретить иисуса христа бога отца а библия то же самое говорит если ты принял бога идешь принял иисуса христа как своего спасителя все ты на суд божий не идешь ты идешь сразу в рай с богом иисусом христом все но если ты не принимаешь иисуса христа стоит библии ты идешь на суд суд тебя ждет а за суд ты не сможешь за свои поведение оправдаться перед богом все это жизнь от вещи огненное озеро из-за этого когда человека уже нету с нами в живых это уже поздно все человека нету надо называть все своими именами там уже приезжает молиться человека уже нету пока миссион живой надо остановиться на путях наших принять иисуса христа как спасителя идти за ним на голгору все взять свой крест и идти тогда мы не попадаем на суд мы идем к нашему спасителю богу отцу иисусу христу мы идем в рай все если мы принимаем ее если мы не принимаем сердце останавливается вы это слышали многие это слышали тогда идет суд а на суде нету оправдания это все стоит в библии кто хочет это узнать надо почитать и все давайте сейчас помолимся за всех господь откроется всем глаза и меня веди меня всегда будь рядом со мной чтобы я был рядом с тобой научи меня быть с тобой рядом потому что и всегда с нами ты хочешь надо ждешь наш научи меня чтобы я был с тобой рядом чтобы был возле тебя убери все с моей жизни чё чё не от тебя и присоедини все в мою жизнь чё тебя все во имя иисуса христа и также каждого кто это сейчас слышит и кто не слышит господь кто это когда-то услышит помоги всем во имя отца и сына и святого духа аминь из-за этого задумайтесь все но жизнь наша это миг но царство небесное это вечность из-за этого мы должны принять иисуса христа идти за богом все другого выхода нет ни у кого